Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но очевидно, эти заявления для Дмитрия Нагиева без последствий не останутся. Но я думаю, что, по крайней мере, знаете, последний, когда я смотрел «Голос. Дети», вот этот первый выпуск, было видно, что Нагиев какой-то уставший. Он какой-то уставший, он уже как-то шутки не те. Ну вот ему то ли поднадоело уже это все, я не знаю. Выгорание же есть какое-то, если один и тот же проект, он делает столько времени. Платят хорошо, деньги уже, потом не до денег, не до чего. Возможно, не знаю почему, но все дело в том, что он очень жестко высказался про Егора Крида. Может быть, он посмотрел, так сказать, что думает общественность по этому поводу, решил, как бы сказать, идти в ногу с людьми. Ну, вроде как он всегда говорит свое мнение, насколько я вижу. Хотя, не знаю, но напишите в комментариях, что вы думаете, друзья. Значит, вот что он заявил. Он сказал, что он еще ничего не сделал, чтобы сидеть наставником, сказал Нагиев про Крида. Значит, телеведущий считает, что Егор сам еще должен учиться. Но я уже говорил, что для меня вот Егор Крид на голосе дети, это вот Егорка. Егорка с гнездом, вот шестиклассник такой, знаете. То есть, это он сам такой образ нарисовал. Это не я ни в коем случае его там не оскорбляю, ничего такого. Я имею в виду, что вот он такой образ сам свой нарисовал. Вот так он представился, мне кажется, общественность. Не знаю. Как вы его увидели, напишите, кто смотрел вообще. Я знаю, что многие вообще перестали смотреть. В новом сезоне шоу «Голос дети» пишет, что одним из наставников стал 26-летний исполнитель Егор Крид. Его появление в проекте в таком амплуа вызвало неоднозначные комментарии в обществе. Ну, прямо сказать, люди просто написали, что-то там он делает вообще, непонятно. Ведущий вокального шоу Дмитрий Нагиев считает, что с выбором Егора Кридов в качестве наставника поторопились. То есть, Нагиев фактически есть, вы знаете, музыкальная, редакция музыкальных там вот эта программа, Аксюта возглавляет ее на Первом канале, он за мэрнста. Собственно говоря, он немножечко так критикует все это дело, да. А он является ведущим этого шоу. Вот что он говорит, как у работника телевизионной системы, у меня одно мнение, как здорово, что там появился Егор Крид. Ну, то есть, такой юмор Нагиева опять. Как у работника телевизионной системы, как здорово, что там Егор Крид. А вот как у человека, у меня мнение другое, говорит Нагиев. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы там, чтобы так, во-первых, называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться, говорит Нагиев. Ну, знаете, мне кажется, что Нагиев, понимая всю вот эту подноготную, он просто как человек не смог смолчать. Потому что мы с вами обсуждаем, мы смотрим там по телеэкрану, или вот этот там средний палец показал Крид и так далее. А когда Нагиев, мне кажется, там все это видит, да, как они общаются, как ведет себя человек, очевидно, он это видит с другой стороны, да, и, наверное, ему это, не знаю, более видны проявления, так скажем, Крида и его молодости. Значит, артист считает, что наставник в проекте должен стать важным человеком для ребенка-участника. А Крид, по мнению Нагиева, должен жизненным опытом, должен жизненных опытом доказать, что может быть хорошим наставником. Значит, ну и напоминает, что Фадеев высказался о Егоре Криде не очень хорошо, значит, и говорит, что он сам нуждается в наставнике и так далее. Фадеев также объяснил, почему сам отказался принимать дальнейшее участие в проекте. Мне Фадеев очень понравился органично, я не знал, кстати, что у него педагогическое образование есть, поэтому он там вливался как бы на 100% музыкальное образование, педагогическое образование, как бы человек там на своем месте абсолютно. По мнению продюсера, голос дискредитировал себя после истории с дочерью Алсу. Вообще, по-хорошему, друзья, знаете, мое мнение, вот после этой истории с дочерью Алсу вообще голос дети нужно было перестать или перевести на другой какой-то канал и вообще очень многое поменять, потому что продолжать тот же голос после той истории, ну, это фактически потерять огромную часть аудитории и то, что они из него делают каждый год, не знаю. В этот раз, вот я первый выпуск смотрел, мне девочки понравились и вот пели, вот, значит, конкурсантки, если можно так сказать, да, вот детки, они пели замечательно, то есть были вот действительно, которые пели хорошо и было слушать очень приятно, вот, этот я могу отметить. Но, друзья, меня удивляет, что Нагиев, Нагиев-то говорит, в общем-то говоря, он дает критику, дает критику, кто занимается выбором, утверждает наверняка Аксюта, как, значит, директор вот этой, значит, главной вот этой редакции, дирекции, точнее, этих музыкальных программ и так далее, первого канала, но, наверное, по согласованию с Эрнстом и Нагиев фактически критикует и Эрнста, и Аксюту. Еще раз скажу, мне кажется, что он как человек просто не смог молчать, друзья. Но он не остановился на этом, он еще, мне тут подписчица сегодня прислала материал, я видел его, но вот она прислала и напомнила мне о нем, значит, он раскритиковал еще и Лободу, ну, Лободу он раскритиковал так, знаете, немножечко косвенно, что называется, но она тоже подверглась критике Нагиева. Не знаю, мне кажется, или с голосом что-то будет, или там в следующем голосе ведущего могут поменять. Друзья, пишите ваши комментарии, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой основной канал, телеграм-канал, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Твиттер Будда Гришна, инстаграм-аккаунт Будда Гришна, нижнее подчеркивание единичка. Всем пока, друзья, до встречи.